Первый шок прошел, пора перестраиваться. Карантин ударил по большому числу предпринимателей. Пострадала торговля, сфера услуг, туризм, образование, индустрия развлечений, авиация, перевозчики, общепит и другие. Тем не менее, многие уже переформатировали свой бизнес. О том, чем занялись бизнесмены на карантине и чем им поможет государство в сюжете Людмилы Батюшкиной. Сегодня Айнагуль Хаметовой больно видеть пустые группы в ее детских садах. Новость о закрытии стала настоящим шоком. Здание нужно содержать, а тут ни взносов родителей, ни дотаций государства. Родители семерых детей Айнагуль с мужем давно задумывались об открытии онлайн детского сада и курсов лидерства для малышей. Разрабатывали программы, закупали оборудование. Кризис заставил мобилизироваться и открыть их экстренно. Мощная основа наш педагогический состав, который как вот есть же педагогическая этика, педагогическая такая вот миссия. Конечно же, это позволило нам очень быстро сориентироваться. И мы бы и сориентировались даже, если бы не было тех технических наработок, которые у нас есть. Давайте, ребята, мы еще раз с вами повторим признаки весны. Воспитателям тоже нелегко сразу перестроиться на виртуальные занятия. Но педагог всегда должен что-то придумывать, считает Жулдыс Ибраева. Была бы база знаний. Работодатель обещает ей оставить прежнюю зарплату. Это стимул. Немножко тяжелее, потому что так, когда вблизи, ты же видишь их близко, их глаза, каждое их движение показывает. Нравится ему, не нравится. Здесь ты, считай, только видишь лицо, позу особо не видишь. Но им этот формат немножко, им тоже интересный с одной стороны. Смотреть, как другие дети отвечают. Например, если один отвечает, другому уже хочется отвечать. Это как бы их тоже стимулирует. Количество пострадавших от режима ЧП предпринимателей чиновники не могут пока даже подсчитать. Сейчас большинство швейных цехов и ателье перешли на шитье масок. Появляется много курьерских служб доставки, онлайн-торговли. Президент пообещал налоговые льготы, увеличение кредитования по госпрограмму и социальную доплату тем, кто потерял работу. Те проблемы, которые возникают у бизнеса, мы стараемся решать точечно с палатой предпринимателей совместно, там и кем. То есть, если поступают какие-то определенные проблемы, там по горячей линии или люди приходят в палату, то есть мы выезжаем даже на место и стараемся решать эти проблемы на местах. Но есть и плюсы, говорят предприниматели. Айна Гуль даже видит перспективы расширения бизнеса. Если раньше её детские сады посещало тысячи детей, то уже сейчас активная реклама в соцсетях привела к тому, что в её онлайн-детсад поступает шквал заявок, а школой малышкового лидерства на казахском и русском языках заинтересовались иностранцы.